Владимир Путин на этой неделе провел необычный разговор. Президент три часа отвечал на вопросы воспитанников образовательного центра «Сириус». Они школьники, поколение для которого строится страна. Но школьники не совсем обычные. Они и сами уже вносят свой вклад в будущее. В центре «Сириус» они развивают таланты в науке, искусстве и спорте. Разговор с Владимиром Путиным, не детский, как его назвали в телепрограмме, стал такой же частью июльской смены, как лабораторные эксперименты или тренировки. Пришли все, кто был в этот день в «Сириусе». Антон Верницкий тоже был там. Идея создания детского образовательного центра возникла сразу после Олимпиады в Сочи, когда встал вопрос, как использовать оставшуюся после игр инфраструктуру. Это огромное здание, например, было Олимпийским пресс-центром. Теперь здесь научные лаборатории, где круглый год творят и работают сотни детей со всей страны. Они приехали сюда и из крупных городов, и из отдаленных поселков. Те, кто выигрывал школьные предметные Олимпиады, показывал лучшие результаты на спортивных соревнованиях или побеждал в научных конкурсах. Мы из Татарстана. Втроем учимся в химическом лицее города Казань. Новосибирская область, город Бердск. Республика Башкортостан, город Кумертау. Сменив белые рабочие халаты, в которых были накануне, юные химики расположились в студии, куда пришел президент на недетский разговор, прямо за его спиной. Настя Каравайцева так и просидела все три часа, что разговор этот продолжался, внимательно рассматривая Владимира Путина. Она, конечно же, тоже хотела задать ему вопрос, но, видимо, смущалась. Как накануне смущалась предложить нам поучаствовать в эксперименте, который ребята проводили в своей лаборатории. Тогда выручил коллега. Ребята разработали добавки к шампуням из наночастиц, которые, в отличие от современных моющих средств для волос, будут еще их и лечить. Мы сейчас даже, как бы, в ходе проекта сделали патент. Уже заявку. Заявку на патент. Заявку на патент. Будет это продавать разным личным фирмам, так же, как и заграничным, и нашим отечественным. Более приоритетно отечественным. Ну да. Хорошо, ну патент получите, присылайте шампунь. Обязательно. Обязательно. Спасибо. В редакции Первого канала. Как выяснилось, многие из юных исследователей уже готовы запатентовать свои изобретения. Вопрос в законодательстве, оказывается, сделать это можно лишь с 18 лет, что немало удивило Владимира Путина. Я вообще, честно говоря, не вижу проблем. Здесь я не вижу никаких ограничений. Если человек изобрел в любом возрасте, какая разница, в каком возрасте он изобрел что-то. Это изобретение должно быть защищено. Очередная смена в Сириусе завершается уже на следующей неделе. 25 июля ребята разъедутся по домам. Сюда же приедут новые таланты. В стране их много. Ведь для того, чтобы попасть в Сочи, конкурсная комиссия рассматривает десятки тысяч работ школьников. Кстати, могу похвастаться, что и название тоже я придумал. Долго думал, как же так вот, чтобы все сочеталось. Чтобы было понятно, что здесь собрались как бы талантливые молодые люди, устремленные в будущее, яркие. Когда я сам себе сказал яркие, сразу вспомнил, что самая яркая звезда на небе – это Сириус. Вот так возникло название, кстати говоря. Это продолжавшаяся 21 день смены. По образовательной программе наука называлось «Большие вызовы». То, что делали здесь ребята, уже в ближайшем будущем будет внедряться в производство. Попав сюда впервые, понимаю, что это совсем не похоже на привычные кружки в детских летних лагерях. Здесь на самом деле ведется научная работа. От космоса до медицины. Исследование по созданию многоспутниковой группировки. Разработка органов управления лунного модуля. Или создание нейроинтерфейса. Вот Настя Плотникова из Владимирской области работает над программой, которая позволяет печатать на компьютере силой мысли. Это возможно? Это возможно. На базе Сириуса мы пытались реализовать вот в этой смене как раз таки подобный проект. Получилось? Ну, почти. Настя скромничает. Теперь ее идеи будут положены в основу исследований, которые ведутся в Курчатовском институте. Давай прижмем вот эту, вот этой резинкой. Среди наставников ученые из передовых отечественных НИИ, академики, выдающиеся наши спортсмены и музыканты. На неделе, например, мастер-класс давал пианист Денис Мацуев. Владимир Путин во время разговора даже пошутил, что когда учебный центр «Сириус» задумывался, его отговаривали собирать здесь пусть и талантливых, но таких разных ребят. Мол, ничего не получится. Я говорю, а почему это ничего не получится? А потому что вот эти ваши хоккеисты, если всех вместе соберете, они здоровые такие парни, начнут с того, что набьют морду этим математикам в очках с велосипедиками, которые... Конечно же, ничего подобного здесь никогда не было. Ведь по идее всех этих ребят можно назвать будущей элитой России. Научной, культурной, спортивной. Впрочем, от них самих мы ни разу не слышали о том, что мы, мол, исключительные. Не до этого. У кого научная работа, кто-то творит, как девочка, продолжавшая делать наброски прямо во время общения с президентом, у кого тренировка. Вот молодые хоккеисты сразу после встречи с Владимиром Путиным побежали к тренажеру. А на самой встрече с президентом пообщались футболисты. Между прочим, чемпионы мира по футболу среди команд детских домов. Саша и Паша. Вы Саша или Паша? Меня Паша зовут. Пожалуйста, Паша, слушаю тебя. Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, выиграет ли наша сборная на чемпионате мира по футболу? Паша, кто из нас чемпион мира? Ты или я? Ответь, пожалуйста. Я. Скажи мне, пожалуйста, как специалист, наша сборная выиграет чемпионат мира или нет? Садись. Не знаем, как сборная футбольная, но та сборная, которую мы увидели в лабораторном корпусе Сириуса, впечатляет. Вот ребята делают первый в России сельскохозяйственный дрон. Беспилотник, распыляющий удобрения над полями. Или, как они смеются сами, кукурузник ближайшего будущего. Безопасный, дешевый, но главное, не нужно обучать летчиков. Ребята, а кто, откуда? Екатеринбург. Вообще все из разных? Все. Сборная? Да, сборная со всей страны. Да? Да, только не по футболу, а по сельхозавиации. Беспилотных? Да, беспилотных летательных аппаратов. Причем на их проект уже есть заказчики. Одно из сельхозпредприятий готово вкладываться в то, чтобы пустить этот аппарат в Сирию. Рядом уже другая сборная и также со всей страны. И совершенно другой самолет. Да такой, что им заинтересовался сам президент. При разработке данного самолета мы использовали технологии оптимизации, которые повторяют процесс эволюции. То есть с использованием новейших программ мы в виртуальной среде нагружали фюзеляж самолета и смотрели… Это самое перспективное направление. Природоподобные технологии. Биодизайн. И смотрели, какие зоны материала наименее задействованы в восприятии нагрузки. И эти зоны мы убирали. Тем самым мы добились того, что наш фюзеляж имеет форму, похожую на скелет животного. И данная форма наиболее оптимальна. Какого животного? А это как получится. Можно посмотреть? Конечно. Мы первые, кто использовали технологии оптимизации в отношении всего фюзеляжа, а не в отдельных деталях. Сегодня 15-летний Саша вместе с коллегами по работе снова в лаборатории. Впереди летные испытания. Нужно успеть до конца смены. Вот у нас есть деталь фюзеляжа, которую подержал Ленин Радугиевич. Легкая. Да. В этом является суть. Мы сокращаем материал там, где он не нужен, но сохраняем прочность. Саша уже нам пытается рассказать, что же уникального в их самолете. Оказывается, все детали – это практически полные копии сухожилий и костей животных с такими же полостями внутри. И все-таки на какое животное это больше похоже? Не знаю. Мне, вот лично мне, мне это напоминает какого-то орла. Или кита, да. Или кита. Или кит, или орел. Да. А то, чем занимаются эти два молодых человека, уже настолько заинтересовало московских транспортников, что ребят готовы взять на работу хоть сегодня. Одному 17 лет, другому 14. Они создали программу движения городских автобусов. Пытаясь объяснить нам, как все работает, ребята оперируют такими терминами, как управление автобусным роем и ссылаются на сегодняшнюю транспортную ситуацию в столице. Воскресенье 6 часов. Ну, в воскресенье 6 часов нечасто. Наши данные показывают, что там ой-ой-ой, какой час пик. Ремонт вы учитываете сейчас на Садовом? Да. В дальнейшем даваем какие-то аварии, может быть. И будем оптимизировать. То есть, если московские автобусы поедут по расписанию, это будет ваша заслуга? Ну, может быть. Все эти ребята и пришли на встречу с президентом. Недетский разговор, продолжавшийся почти три часа, получился вполне серьезным. Хотя спрашивали Владимира Путина обо всем. От когда мы полетим на Марс, показывая сделанный здесь же в Сочи наноспутник весом в килограмм. И отдаст ли он свой автомобиль «Волга» для переделки его в беспилотник, президент сказал, отдам. Да какие ценности он считает самыми важными для себя? Первое – это сама жизнь. Это самая большая ценность. Сама жизнь. Далее – любовь и свобода. Вот по каждой из этих позиций можно трактаты написать. Интернет-поколение всю встречу фотографировало президента и размещало фотографии в соцсетях. То есть, с точки зрения поколения старшего, отвлекалось. Но оказалось это не так. Нынешняя молодежь прекрасно совмещает несколько дел, выполняя их одновременно. Вопросы сыпались один за другим. Пользуется ли президент интернетом? Есть ли он в Инстаграме? Смотрит ли после работы Ютьюб? И какой у него ник – компьютерный псевдоним? Сейчас для меня пользоваться псевдонимом – это просто нелепо. Никакого ника я бы, конечно, себе выбирать не стал. Я бы просто под своим собственным имением. Я в разведшколе учился, когда у меня был псевдоним Платов. Но у всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определенный уровень конспирации. Но здесь-то зачем? От чего прятаться-то? Мне кажется, что наоборот, если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться, наоборот, надо сказать, кому это принадлежит. Меня зовут Алиса, и у меня такой вопрос. Да. Какое событие в вашей жизни оказало на вас наибольшее влияние? Ты меня прямо поставила в какое-то сложное положение. У меня, пожалуй, не было таких вот… Нечто такого, как… Чтобы раз и изменило моё… То есть было, да? Но влияние всё-таки, наверное, развал Советского Союза. Такой взрослый ответ, но извини. Ты взрослый вопрос мне задала. А чем вы собираетесь заняться после того, как уйдёте с поста президента? Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. Только после того, как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге. Но в мире много интересных занятий, и это не значит, что я должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей. Можно ведь и так. В 2018 году, как вы знаете, выборы. До начала избирательной кампании ещё время есть, поэтому посмотрим. Одна из девушек вспомнила, как 22 июня, в день памяти и скорби, президент стоял у могилы неизвестного солдата, несмотря на проливной дождь без зонта. Связан ли этот жест с памятью о павших в Великой Отечественной войне? Я не считаю, что те, кто стояли под зонтом, что-то нарушили. Знаете, война – это не просто кровь и смерть, как не печально об этом сказать. Это, конечно, и кровь, и смерть – это ужасы всей войны. Но это, кроме всего прочего, огромный труд, тяжелейшая работа. Вы представляете, вот войска идут или в одну сторону, либо в другую, либо наступают, либо отступают. Они в поле находятся и днём, и ночью, и летом, и зимой, и в снег, и в дождь. И нет ситуации, при которой день закончился боевой, и все пошли по домам отдохнуть. Они там, на месте. Там живут, там погибают. Это такая ужасная, на самом деле, ситуация. Поэтому мне даже в голову не пришло, что нужно встать под зонт, когда, в самый момент, когда происходит возложение венка. Я считаю, что это нормально. Не сахарные, не растаяние. Спрашивали президента и про самое яркое впечатление детства, и про любимую музыку. Выяснилось, что это, как выразился сам Путин, поп-арт. Чайковский, Бетховен, Моцарт. И про то, как он относится к тем, кто уклоняется от службы в армии. Впрочем, формулировка вопроса была иной. Кассит от армии. Резко отрицательно ответил Путин. В конце концов, был задан вопрос, который часто ему задают и взрослые. Про преемника. Если у меня какой-то преемник, вот хочу вам сразу сказать, что общая международная практика заключается в том, что если лидер партии, страны, государства уходят, то, как правило, не всегда, но как правило, он общество кого-то презентует. И рекомендует обратить внимание на какого-то конкретного человека, как на того, который мог бы возглавить, скажем, правительство, страну или партию. Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Во время этого серьезного разговора Путин признался, что ему повезло в жизни с учителями и пожелал того же ребятам. А также рассказал, что его любимый борцовский прием, об этом тоже спросили, бросок через спину и передняя подножка. Владимир Владимирович, а сколько раз вы подтягиваетесь? Я подтягивался где-то раз 17-15, но уже будучи президентом. А ты сколько подтягиваешься? 25 раз. 25? Да. Молодец. Ваня подтягивается больше, чем президент. Молодец. В этом смысле. Вообще, у меня есть хорошее правило, я стараюсь им исследовать. Если вы с уважением, действительно с уважением к человеку относитесь, значит вы должны признать, что в чем-то он лучше, чем вы. Ваня лучше в этом. Есть ли у Владимира Путина мечта? Непростой вопрос, ответил он. Мечта все время трансформируется по мере того, как человек взрослеет. Важно, что она есть. Вот я очень рассчитываю на то, что у каждого из вас есть своя мечта, которая будет настойчиво двигаться. И даже если она немножко будет менять направление вашего движения, не страшно. Главное, чтобы она была. Желаю вам удачи в ее достижении. Позже на заседании попечительского совета центра «Сириус», который Владимир Путин возглавляет с момента образования, он скажет, что получил большое удовольствие от общения с ребятами. Ведь на этой встрече важно было понять, какое оно новое поколение россиян. Поколение, которое, по сути, уже начинает строить будущую Россию. Антон Верницкий, Павел Волконский, Гурам Розилов, Кирилл Зотов. Первый канал. Сочи.